здравствуйте мои дорогие приветствую всех на канале сегодня поговорим о особенностях жизни немцев или просто жизнь в германии может о чем-то я уже рассказывала не помню но в общем пока вы будете смотреть на нашу наступающую весну в общем мы поговорим об этом в германии как многие знают распространен порядок и экономия и есть один из таких вариантов экономии когда работники магазинов перенимают часть продуктов срок годности которых подходит концу или только-только закончился это могут быть йогурты овощи фрукты молоко салаты пудинки хлеб там я не за все что угодно и все это раздается бесплатно по знакомым люди перенимающие вот эти продукты создают группы где-нибудь там в отцапе или где-нибудь в другом месте не неважно и очень быстро все распространяют и все довольны потому что немцы очень любят получать что-нибудь бесплатно особенно вот таким образом еще и заметил что бабушки или вообще старые люди среднего достатка например не любят покупать что-то новое а чинить старая обувь например может у них ноги больные вот они любят чинить ее хотя молодые предпочитают выбросить и купить что-то новое или чинить например ручки у сумки или еще что-нибудь такое в ванне большинство предпочитает душ потому что принятие ванны это расточительство думают многие и есть например старички которые не смывают лишний раз туалете пописают там несколько раз тогда только смывают то что это 10 литров воды утекает в никуда или я видела часто помоют посуду в пене я уже рассказывала об этом и не ополаскивают потому что например это считается не вредным или написано что это не вредно я когда первый раз увидела такое я не поняла сразу почему сок пенится причем налитый между прочим ребенку мамой фармацевта вот это я увидела и не поняла сразу если покупается холодильник стиральная машина телевизор там неважно что все обязательно должно быть экономная а вот на моющих средствах кстати можно вот купить их дешевые там поэкономить другим способом а вот при такие вот холодильнике должны быть обязательно обязательно экономичные часть детей экономит свои ташингель это деньги на карманные расходы и копит на что-нибудь там в какой-то копилке там или в каком-то тайном месте кстати многие родители платят детям за оценки в цойгнесе то есть в аттестате таким образом стимулируя старательность в учебе как они мне говорят и мне кажется это странным но традиция такова существует в некоторых семьях еще закидываются например там раз в неделю и монеты все эти мелочи с кошельков и карманов которые мешаются в одну копилку или там какую-нибудь чашку на кухне ну как правило это бывает и за несколько месяцев вот туда все скидывается и там копится довольно внушительная сумма и эти монеты мелочь которую не хотят носить в кошельке спокойно обменивают в банке дальше идем значит все любят скидки и часто закупаются вот именно в сезон скидок если это вещи кстати продукты тоже часто закупаются на скидках их берут про запас побольше сейчас уже все понимают что скидки это возможность приобрести интересную вещь по интересной цене или трендовую вещь и не жалко будет ее потом с ней расстаться раньше вот я вспоминаю люди к нам приезжали наши коллеги по работе из россии это было начало двухтысячных и они все были уверены что на скидках продаются плохой товар который никому не нужен вот поэтому его так сказать по бросовой цене выбрасывают пытаются продать и вот покупали здесь только дорогие вещи и вот потребовалось несколько лет чтобы им тоже стало понятно что сейл это хорошо мы с дочкой кстати вот когда шопимся говорим шутя соли и люди у нас так странно косятся и надо еще вариант экономии блошиные рынки или специальные антикварные магазины я понимаю что мероприятие такое дает второй шанс отличным иногда новым вообще вещам я сама люблю красивые старые вещи покупаю правда редко но иногда вот если где-то вижу городе нахожусь рядом я хожу туда посмотреть вдохновиться может быть что-то бы и купила но пока вот редко покупаю но люди знаю приобретают старую мебель лампы скульптуры подсвечники много чего там или на ebay можно найти прекрасные вещи вот кому-то ненужные но по прекрасной цене кто-то другой приобретет у если у человека есть вкус вот люди прям специально посвящают поиску таких вещей время и находят просто умопомрачительные иногда совершенно новые вещи или старые какой-нибудь там особенные вещи за копейки еще поторгуются и вообще будет прекрасно немцы любят вот сами свои вещи носить пока она вот до дыр не порвется хорошую вещь купят качественную и носят в то же время например дети пожилых родителей не хотят перенимать вот ими купленные вещи а немцы любят очень приобретать всякие приборы накупить много всего на кухню миксеры блендеры сковородки скоробарки какие-то там ножи такие специальные электрические и так далее не скапливается целая куча новых приспособлений и старики их раздают по знакомым по соседям часто просто так либо часть людей продает их на ebay но это более молодые заметила делают уже старики не будут заморачиваться там с фотографиями описанием следить надо и так далее в общем они им легче отдать кому-нибудь немцы вообще очень любят кому-то помогать лично или например жертвовать деньги нуждающимся людям на их взгляд еще хочу вам сказать что немцы частенько бывают высокомерными и недооценивают собеседника мы уже неоднократно я с ними беседовал на эту тему но это неисправимо они сами кстати понимали эти тему подавляющее большинство слушает только себя и кстати верит телевизору многих вещей они не понимают в принципе и не хотят напрягаться и вникать в суть вещей именно поэтому иногда они не совсем понимают кому они помогают так как не любят анализировать и потому их страстью помогать иногда пользуются бесстыжим образом здесь германии принято вежливо общаться со всеми с покупателями с клиентами везде вот сейчас я замечаю с наплывом мигрантов я уже неоднократно видела как даже очень терпеливые кассирши выходят из себя от их поведения это относится к отдельным лицам конечно не ко всем именно тем кто вот лесут как говорится со своим уставом чужой монастырь но такое уже встречается электричество в германии по известным причинам все сильно подорожало и немцы тоже экономят здесь используя энергоизберегающие лампы мы кстати ими пользуемся уже много лет стараются не пользоваться духовкой лучше микроволновкой или мультиваркой потому что они сокращают время приготовления пищи или даже чаще едят в ресторане или еще лучше покупают готовую еду не включают сушилки какие-нибудь там электрокармины лишний раз а также выключают батареи если проветривается квартира или ночью отопление стоит на минимуму если совсем не выключается я заметила за собой что мне особенное удовольствие доставляет что я сортирую мусор стекло бумагу батарейки выбрасываю туда где положено одежду специальные контейнеры несу мне нравится что здесь ты вызываешь службу и которая бесплатно забирает мебель твою старую или бытовые приборы там матрасы еще что то в общем все что все что тебе не нужно уже и мне приятно что это правильно утилизируется или перерабатывается я очень люблю природу вот и стараюсь лично какой-то минимальный вклад всегда внести чтобы землю так сказать не засорять но знаю людей которые вот живут например долго в германии или там не только в германии в европе где-то они все время говорят о защите природы и ничего не сортируют мне еще очень нравится что немцы обожают животных тут нет бездомных есть служба куда можно позвонить вызвать спасателей или например к проконсультироваться я звонила вот когда например запуталась птица на реке я никак не могли быть не это добраться ее освободить или нашли например птенца не знали что с ним делать некоторые еще думают что немцы холодная нация сдерживающая свои эмоции отчасти это правда но в принципе они спокойные доброздушные народ в общем так если взять но очень терпеливый будут в очереди переминаться с ноги на ногу пыхтеть закатывать глаза но никогда не раскроют рот и не выскажут свое мнение например по поводу того что на почте все работают крайне медленно и собирают всегда ужасную очередь в общем вкратце я вам рассказала быстром темпе как бы про немецкие привычки на этом заканчиваем рассказ всех обнимаю целую с вами была наташа пока